Девушки отдыхают Все, там Это Друзья Ксения Бородина Почему это Ксения Бородина? Потому что тоже Разводится Воу, 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 воу Всем привет, друзья Это шоу Извест Меня зовут Сава Здесь гасят новости Прежде чем я приступлю к очередной пачке классных новостей Не забывайте делиться этими роликами со своими друзьями, знакомыми и близкими Вам не сложно, а мне очень важно Поделились? Молодцы! Ну что ж, теперь к новостям Погнали! Ну что ж, в последний раз в этом сезоне у нас олимпиадовые новости Олимпиада завершилась, прошло закрытие Подсчитали все медали Выяснили, кто на каком месте в финальном итоговом олимпийском зачете Россия оказалась на пятом И это хорошо Плохо, что перед нами еще четыре страны Впервые за 25 лет Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике Печально? Да! Короче говоря, ОКР сформировал запрос по поводу судейства в художественной гимнастике Направил его руководству Международной Федерации Гимнастики Поэтому там ситуация пока еще не закончилась Но хочется спросить, а судьи кто? Значит, Аргентина, Украина, Франция, Польша, Узбекистан, Канада, Испания, Хорватия, Словакия, Чехия Вот кто был в судейской бригаде Скольким же странам мы насолили? Ну ладно Европа, но что мы сделали узбекам? Главное, что теперь на Олимпиаде даже не крикнешь, что судья п***с Потому что это будет правда Проиграли израильтянке Линой Ашрам Победа досталась ей при весьма спорном судействе Как говорят знающие люди на Фейсбуке Потому что, ну, очень быстро В стране появилось огромное количество экспертов по художественной гимнастике Конечно, обидно Конечно, все видели, что израильтянка уронила ленту Но в целом, конечно, хочется напомнить всем в Фейсбуке, что Ребята, мы же прежде всего вирусологи Давайте не забывать о том, что... Об основном своем деле давайте не забывать Параллельно закрытию Олимпиады в Токио в Москве Проходил на Красной площади большой концерт, на котором честовали российских олимпийцев Вообще, по ощущениям, эта церемония выглядела даже торжественнее, чем то, что происходило в Токио Потому что здесь тебе и Валерий Гергиев, и оркестр Мариинки, и Денис Мацуев сыграл We Will Rock You Премьера песни была В общем, был большой праздник, большое шоу И я думаю, что прямо оттуда, с Красной площади, наши олимпийцы сразу отправились на тренировки Потому что до следующей летней Олимпиады осталось всего три года Не так уж много А до зимней вообще всего шесть месяцев Я уверен, что там, на этой зимней Олимпиаде, мы еще не раз будем слышать бессмертный хит Чайковского на подиуме Новости про суды и еду Верующая из Омска решила засудить Макдональдс за то, что во время поста соблазнилась рекламой этой сети и поела у них Бывает Дело было два года назад Только переварилась В Омске во время великого поста девушку соблазнила реклама чизбургера и чикен-макнаггетса Дьявол в деталях, действительно Соблазн велик Она не удержалась и съела фастфуд Два года моральных дилемм И вот она требует Реально требует возместить ей моральный ущерб Она оценила его в колоссальную Тысячу рублей Не знаю, выплатят ли ей компенсацию, но она верит Я бы тоже на многие заведения, знаете, подал бы в суд, потому что, ну, реально все нас соблазняют Постоянно, вот ты идешь мимо магазина «Красные и белые» Ну, почему так дешево? Ну, очень хочется зайти Я же вообще грешным делом, о, как здесь подходит это Как здесь подходит это выражение Я же думал, что это магазин фанатов «Спартака» Думал, зайду, возьму мерч А учитывая, что в «Спартаке» происходит для них «Магазины красные и белые» Это реально магазины мерча сейчас Поэтому А мистер Пропер Ну, это же тоже сплошное вранье Я недавно дома разлил кофе на ковер Думаю, ну все, сейчас проблема будет решена Сел за пианино, сыграл Тра-та-та-та-та-та-та-та Ничего не произошло Но я уверен, что никто ей ничего не вернет Потому что это неправильно винить всех, кроме себя В том, что ты совершаешь какие-то косяки Будет тебе на будущее урок Компания Google заявила о создании кристалла времени Он меняет свое состояние без затрат энергии И как будто бы даже нарушает законы термодинамики Судя по описанию, Google создал хрущевки Москвич кастрировал скульптуру быка Потому что был возмущен слишком большими гениталиями А мужику конкуренты на районе не нужны Юрий Лоза предъявил доказательство того, что земля плоская Мореходы не пользуются глобусом, сказал он А об этом ему поведал его тесть моряк Кажется, виноград забродил прямо на лозе Мореходы, сказал он, не пользуются глобусом И это правда, мореходы пользуются навигатором А навигатор плоский Вот такие варианты добивки этой новости придумал я Я уверен, что у вас, дорогие зрители, получится гораздо лучше Поэтому в закрепленном комментарии пишите свои добивки к Юрию Лозе И лучшую я прочитаю в следующем выпуске А вот вариант шутки от Олега 1964 на заход из прошлого выпуска Футбольный клуб из подмосковного Одинцова Красава Пообещал вернуть деньги зрителям за те матчи, в которых команда проиграет Сезон закончился благополучно На стадион так никто и не пришел Ваш творчество В Госдуме предложили увеличить рабочую неделю Тот самый момент, когда аплодисментов ждать не стоит Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать А о продленке О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать Но вытащить страну из разрухи Заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Человек и так, видите, на семь ставок лупит Николай Арефьев Кстати, депутат от КПРФ Ну, суббота, вот та же самая суббота Она же так задумана, чтобы ничего не делать Дай передохнуть Николай, хоть чуть-чуть В субботу даже придумали специальные мероприятия, на которые никто не ходит Субботник Когда смотреть сериалы? Тогда мне смотреть эти 550 тысяч сериалов на всех этих сервисах А я как-то их утрамбовываю в одну субботу все На 2,7 скорость ставишь на 8 экранах Все запускаешь и как в матрице за всем одновременно следишь Что мне? На работе на это отвлекаться? У меня, знаете, когда отпуск? Вот, я помолчал, вот мой отпуск, все У меня больше вообще не было возможности отдохнуть Ну да, можно часы переводить, кстати, Николай Вот отличная тема Чего там заморачиваться с этими субботами и воскресеньями? Реально, пришел в 8 утра на работу До 11 доработал, начальник говорит Все, переводим часы на 3 часа назад Все Опять 8, все А сколько работать нам надо? Ну пока вот такая щетина не будет, он с линейкой ходит Вот теперь можешь 10 минут на бритье себе выделить Есть один минус в этой схеме Не прокатит ни хрена у тебя Высокохудожественные новости Испанский художник победил в конкурсе карикатур С фотографией куска свинины в виде Дональда Трампа Давайте посмотрим, как это замечательно выглядит Причем у него ушло на это довольно много времени Он потратил почти полгода, чтобы найти подходящий кусок мяса У американцев на это ушло еще больше времени Но мы тут подумали и решили, что можно помочь загибающемуся испанскому творчеству Потому что довольно быстро мы нашли много подходящих объектов Которые могут составить достойную конкуренцию этому куску мяса Да, он похож на Дональда Трампа Но в мире много вещей, похожих на известных людей Вот, например Это, друзья, Ксения Бородина Почему это Ксения Бородина? Потому что тоже разводится Ну, следующий наш лот в нашем музее Это, конечно же, Геннадий Андреевич Зюганов Тот самый знаменитый стол-раскладушка с балкона Его вспоминают и достают на свет божий примерно раз в 4 года Пыльный уже, неповоротливый Но все как-то к нему привыкли Да и бабушка любит Редкий кадр Редкий кадр, друзья Это Филипп Киркоров и Дава Если вы вдруг не поняли Это просто фаршированный болгарский перец Ну и еще один редкий кадр Прославленный актер Сергей Безруков На встрече с братьями Березуцкими Думает, кого бы из них ему сыграть в следующем фильме На самом деле довольно быстро и просто можно найти людей, похожих на различные предметы Но вам я советую всегда оставаться уникальными и ни на кого не похожими Спасибо Футбольные новости Леонель Месси покинул Барселону Дорогие друзья Месси расплакался на пресс-конференции Друзья, он говорит Мне очень грустно Я не хотел покидать этот клуб Люди рыдают в зале перед телевизором В интернете грустные смайлики Слушайте, на короле Льве Когда отца Симбы сбрасывали в пропасть Меньше народа плакали А там Там Льва затоптали насмерть Понимаете? А здесь человек ушел из клуба, где ему платили 50 миллионов евро В клуб, где ему будут платить 100 миллионов евро Грустно-то как он Это уж он теперь больше сможет себе позволить А у меня фантазии даже на 50 миллионов евро не было Я в слезах и в шоке Ну, правда Зато, может быть, теперь в Барселоне наконец-то достоится оградан фамилии Есть шансы Хорошо в российском футболе такой ситуации быть не может Нам не по кому плакать Кто-то из Химбок в Ростов перешел Ну, вряд ли люди на улице Да на кого ж ты нас? Если у Лионеля Месси в Парис-Сан-Жермен тоже дело не пойдет Его будут всегда рады видеть в команде Матч ТВ Он там сможет комментировать футбол В конце концов, вряд ли это будет выглядеть более странно, чем Гар Дмитриев или рэпер Эсте Хотя, возможно, Месси на Матч ТВ комментировать футбол не возьмут Все-таки он в нем разбирается А это Не в тренде на этом телеканале Там в целом вообще какая-то тлен и тина Продолжим про футбол Ну как про футбол, про Рубин теперь Давайте от Барселоны вернемся в нашу реальность Номера и фамилии отклеились от формы игроков Рубина прямо по ходу матча Фамилии и номера начали отклеиваться с футболок еще по ходу первого тайма И на второй многие игроки вышли с нарисованными номерами Ребята, поедете на матч, не забудьте фломастеры все возьмите Мало ли что, чувствую, будут проблемы Но, правда, у директора по закупкам теперь, наверное, также нарисована зарплата маркером Но я знаю на самом деле, что произошло Это не случайность, это была очередная татарская хитрость Они просто так хотели смешаться с противником Понимаете? И все, и так тихо и сапой, без номера и имени, пробраться к их воротам Ты наш? Наш, наш, конечно Чисто на технику дай пнуть Смотри, нормально Но здорово, что сам Рубин это все обратил в собственную пользу Потому что они на этих мемах сделали много хорошего СММ-контента Я, правда, не уверен, что первоочередная задача футбольного клуба Делать хороший СММ-контент Они продлили Кенни Сволочи Создатели Южного парка получат за продолжение своего мультсериала 900 миллионов долларов Это одна из самых крупных сделок в истории телевидения вообще 24 года идет Южный парк Вот, конечно, здесь кайф в том, что это мультгерои Мультипликационные герои не стареют Про них можно снимать тысячелетиями Есть только еще один проект, где герои не стареют Застыли в одном времени Это Универ Только на ТНТ удалось добиться такого Чтобы Кищан ходил на второй курс в 47 лет Они учатся в четвертом классе 24 года У меня есть такие знакомые, кстати Вот представьте, что вы в реальной жизни 24 года учитесь в четвертом классе Ну как бы веселье на переменах прежней радости уже тебе не доставляет А если дернуть девочку за косичку, то она может остаться у тебя в кулаке навсегда Тебе уже интересней с физруком и трудовиком, чем с одноклассниками У нас были сатирические мультики тоже в России Так знаете, если поднять Вот Винни-Пух и все-все-все, например Это же прямая отсылка к Black Lives Matter Потому что обратите внимание на цвет героев Есть-то афро-медведь и евро-свинья Да, причем медведь там ведет себя прям очень нехорошо Он мародерствует, то кролика обнесет, то пчел А свинья все время может только выражать глубокую озабоченность и извиняться Все, там Там больше ничего не происходит Кот Леопольд Кот Леопольд это же вообще иллюстрация наших отношений с Америкой и Евросоюзом Кот Хой говорит, ребята, давайте жить дружно А эти крысы все время Все время портят что-то Ну правда А вот и все на сегодня, дорогие друзья Новостей больше нет Ну что ж, через пару дней мы снова с вами увидимся А пока не забывайте делиться этими роликами Со своими друзьями и знакомыми Вам не сложно, а мне очень важно До встречи в следующем выпуске шоу Извест Здесь гасят новости Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!